Всем привет, ребята! Это очередной подкаст. Захотелось мне с вами поговорить, порассуждать, кое-что вам рассказать и, как водится, уже ответить на поступившие ко мне вопросы. Но для начала я хотела показать, может быть, не все знают о такой кнопочке поиск на канале. Просто у меня настолько большая игротека, что искать какую-то определенную игру в ней сложно. Я вот вам сейчас покажу. И мне часто, знаете, пишут, ну вот смотрите, выбираем все плейлисты. Часто пишут, пройди ту-то игру или там другую, а она есть на канале. Я вот просто вам показываю, что действительно сложно что-либо здесь отыскать, если хочешь прямо найти. Вот, пожалуйста, можно тут листать до бесконечности несколько страниц, которые можно вот так продолжать, продолжать. Вот. И есть такой вот упрощенный вариант поиска на главной странице канала. Окошечко такое с лупой. Здесь вы забиваете название игры, которую вы ищете. Если она есть на канале, то вы быстро сможете отыскать. Вот. Я ни в коем случае не жалуюсь, меня это как бы не раздражает. Просто я хотела бы вам как-то упростить, что ли, поиск, поиск вашей любимой игры или ту, которую бы вам хотелось посмотреть. Вот. Это то, что я хотела сказать вначале. Вот. Итак, о парадоксе на канале. Я хотела порассуждать с вами на тему того, что, понимаете, становятся популярными у меня видео совершенно, о которых я бы не могла такое подумать. Ну, вот, например, я вам сейчас покажу. Возьмем мое прохождение такой игры, как Рапунцель. Рапунцель, запутанная история, прохождение. Вот, пожалуйста, я даже не забила прохождение, а на первой странице поиска в Ютьюбе мое прохождение Рапунцель. Я вам сейчас покажу. Выложено оно в посудомойчестве. В 13-м году 2 миллиона 508 тысяч просмотров. Это реальная цифра, ребята. Я ничего тут не подкручивала. Я, когда ее записывала, я и помыслить не могла о том, что это видео станет настолько популярным. А вам расскажу интересную историю, как, вообще, с чего у меня началось записывание этой игры. Одна моя подписчица очень просила меня записать эту игру. Я никогда не слышала об этой игре, не проходила ее. В принципе, мультик я, естественно, смотрела, а игру нет, не проходила. И она так прямо меня просила, что, ну, пожалуйста, ну, вот для меня запиши. И я так подумала, да почему бы и нет, у меня было время. И я буквально села и вот там за полдня, что ли, я ее записала совершенно без задних мыслей каких-то, что вот я там сейчас стану мега популярной. Нет, и выложила, и вы видите результат. Вот это просто, это поразительно. Я не знаю, в чем секрет, но это действительно так. Или, например, я вам покажу Король Лев. Это очень старое мое видео. Лев, прохождение игры. Мы открываем первое в списке мое прохождение этой игры. Как? Я не могу вам ответить на этот вопрос, хотя здесь всего 138 тысяч, не 2 миллиона, даже не миллион, даже не 500. Но, тем не менее, вот такие результаты мы видим. Не могу вам объяснить этот парадокс. В чем заключается он? В том, что, например, над таким прохождением, взять вот мое прохождение Resident Evil 4 даже, я очень старалась. Я прямо столько, знаете, вложила в него стараний, столько информации я читала об игре, обзоров. Я так к ней подготовилась, я там очень много рассказывала истории об этой игре, о персонажах, о самом Леоне, об их взаимоотношениях. Я вот не скажу, что это какое-то очень суперское прохождение в плане геймплея. Я, конечно, играла вслепую в эту игру, как во многих на моем канале. Проходила ее первый раз на изи, да, к моему стыду на изи, да. И, конечно, там были из-за тупы и пропускала что-то, но в плане вот комментариев, вот сколько сил я в нее вложила, это было, конечно, много, я очень старалась. Что мы видим по просмотрам? 4 тысячи, и оно ни в коем случае не является каким-то суперпопулярным у меня на канале. Я, кстати говоря, совсем недавно для себя прошла его на норму, или эту игру, его игру, ну, резидентка. Прошла, конечно, гораздо лучше, но вот так для записи было на изи. Вот, это касается и других прохождений, в которых много, как бы, вложено стараний, там, сил. А успеха они не имеют. То есть вот так. А выстреливают совершенно неожиданные видео. Почему так? Я до сих пор теряюсь вообще, теряюсь в догадках, в чем причина, почему так. Вот. И еще я хотела бы вам рассказать, почему, почему-то меня вот именно мой канал ассоциирует вот с такими старыми прохождениями. Адвенчур вот этих вот мультяшных, как Рапунцель, там, Шрек, например, что-нибудь такое. Они у меня лидеры просмотров, Вольт, например, игра. Но я записывала их давным-давно, еще в начале, при создании моего канала. И давно у меня направление канала поменялось, но тем не менее меня с ними ассоциируют, потому что они набрали просмотры почему-то. Вот. И хотела вам рассказать историю того, как появились на моем канале новеллы вообще, новеллы, сладкий флирт, потому что тоже это просто колоссальный успех. В чем причина, не знаю. В общем, началось с чего. Я как-то на ютюбе опять же нашла чтение визуальной новеллы, послушала. И мне как-то так показалось, что почему бы и не записать. Я в группе своей вопрос провела. Говорю, а хотите ли вы вот по вечерам, как сказка на ночь, знаете, такую вот серию я буду выкладывать чтение. И как бы оно, знаете, расслабляет после всех этих перестрелок, кровищи, зомби, монстров. Оно как бы так хорошо. Многие сказали, что да, да, мы хотим. И появилась такая некая традиция. Я каждый вечер, вечерком специально выкладывала серию какой-либо новеллы. И, в общем-то, тоже это стало так популярно. У меня стали набирать просмотры новеллы, эти серии, что это перешло уже вот прямо в обязательную традицию на канале. Я стала постоянно записывать новеллы. И тоже удивительный успех, которого я совершенно не ожидала. Правда. Как-то я не рассматривала новеллы как игры или как прохождение. Ну, просто такое релаксирующее чтение. Для себя, для вас, для слушателей, для зрителей. Вот. И, да, появилось вот такое у меня направление, благодаря которому я опять же стала популярна среди зрителей. Также расскажу вам историю сладкого флирта. Это тоже какой-то просто феномен. С чего опять все началось. Одна моя подписчица. Похоже, все мои истории с этого начинаются. Так вот, одна моя подписчица очень тоже долго и так настойчиво просила меня записать эту игру. А я отказывалась. Я никогда не знала этой игры. Я в нее не играла, я с ней была не знакома. И я ей писала, что ты знаешь, я не хочу играть в онлайн игры. Ты там донатить нужно, да ну, да ну. В общем, я долго отказывалась. Даже, я вам скажу, пару, может, месяцев она мне раз так напишет. Ну, пожалуйста, да не, 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 не буду. Ну, и потом как-то думаю, да ладно. Я даже не знала, что в этой игре очень много эпизодов понятия не имела. И как-то вот так начала ее записывать. Благодаря этому появился, так скажем, первый сезон этой игры на моем канале. Я с ней познакомилась. Я не знала еще тогда про гайды, что есть какие-то группы, связанные с этой игрой. Прохождения там помогают как-то советами. И я просто вот так вслепую шла. Естественно, там сикось-накось я проходила. И опять же, это видео выстрелила эта игра. Там просто стало настолько популярной. У меня начался прирост фанатов сладкого флирта. Я этого тоже никак не ожидала. Вообще всегда так в моей жизни все происходит неожиданно. Вот. И впоследствии я постепенно пришла к решению разделить мои каналы по, скажем, по направленности. По, как вам сказать, по жанрам, можно не знаю. По направленности, да. То есть у меня вот есть основной канал, на котором проходники игр, таких серьезных игр, и не очень серьезных, проходники. И есть второй канал, может быть не все о нем знают. Вот на главной странице есть ссылочка на него. Ссылка на группу ВКонтакте, ссылочка на второй канал. Вот он, второй мой канал. Я вам его показываю. Он молодой канал. Ему где-то около года, наверное. Может даже меньше, может быть. Вот. Ну и как видите, он посвящен конкретно уже игре Сладкий флирт. Симсу. Не только Sims 4. Многим моим прохождениям по Sims. Здесь есть кооператив с Вика Джуз. Если кто не знал, что у нас есть кооператив, вот он есть здесь. 8 серий всего, да. Но они довольно забавные. Новелла. Сюда я выкладываю все новеллы. Игре Антиклав. Тоже онлайн игра. Элдарий, вышедший совсем недавно на русском. И Сладкому флирту. Все, что с ним связано. Вот он первый сезон. Мои первые попытки пройти эту игру. Как знакомство с ней. После того, как я уже увидела, насколько популярны стали видео, что есть гайды, мне там писали, пользуюсь ими. Все. Я закончила его, прервала его прохождение. И начала все с нуля, с нового аккаунта Ветку Кастель. Ее и веду до сих пор. Сюда выкладываю все видео. Свежие эпизоды. Потому что недавно мне на моем вот этом первом канале писали, что вышел же уже эпизод. Что же ты не проходишь. Так, я все сюда выкладываю. Я писала подкаст, когда образовала этот канал, что все будет сюда выкладываться. Все свежие новеллы. Но я сюда перенесла из того канала все, что было записано. То есть, как бы централизировала его. То есть, вынесла сюда все новеллы, все видео, которые были связаны с этой тематикой. Все симсы, которые были записаны до этого. И свежие, которые сейчас у меня вот идут. Все здесь. Вот. Есть очень много новелл. Я вам покажу этот весь плейлист. Вот уже сколько новелл мной записано. И буду, конечно, продолжаться. Буду пополнять этот плейлист. Вот. Так что, вот так образовался мой второй канал. Да. Вот вам хотела рассказать эти истории. И в чем прикол, в чем смысл популярности. Я до сих пор не могу этого понять. Например, свежие мои прохождения набирают всего 285 просмотров. 500 просмотров. Не тысячи, не миллионы. Вот. Как-то так. Еще что, что вам хотела рассказать. Это то, что вот популярность именно моего канала. Ну, то, что связано вообще с моим брендом, с моим ником. И агар, вот почему-то вот она связана именно со старыми прохождениями, с новеллами и со сладким флиртом. Но, дорогие мои, это совсем не так. Как вы видите, у меня основная эта направленность не в этом. Просто те видео стали популярны. У меня очень разнообразная игротека. У меня есть такие эксклюзивы, шедевры на PlayStation 4 пройденные. Как там одни из нас. Есть Until Dawn Орден 1886. Вот недавно я его проходила. Что там? Да много, много игр. И у меня есть и кооперативы, и, в общем-то, и РПГшки. Вот на главное я вынесла, ну, такие что ли, объединенные плейлисты, чтобы тоже, опять же, попроще было найти. Видеоуроки у меня есть, если кто не знал, по эмуляторам, по программкам, которыми я пользуюсь для записи, для монтажа. У меня есть серия игр от TLT Games, есть серия Resident Evil. Все номерные, основные части со всеми дополнениями, со всеми сюжетами. Вот они собраны в плейлист, чтобы вам было удобнее искать на главной страничке. Tomb Raider, включая последнюю вышедшую тоже несколько серий. РПГшки, Гарри Поттер. Ну, Гарри Поттер записан давно, там качество звука и вообще, комментариев, конечно, не очень. Да, внешне он, вот. А здесь, наверное, с главной симси я уберу, потому что он вынесен на второй канал. Добавлю сюда какой-нибудь другой плейлист. В общем-то, так вот я хотела вас немножечко ознакомить, все-таки, с тематикой основного канала, потому что не все знают. Я прохожу и новинки, вот, Абзу, она ведь вышла совсем недавно, я ее сразу записала. И Бэтмен. Так, и также я прохожу и более старые игры, в основном, конечно же, Resident Evil 7 демку я сразу записала. Uncharted 4, как только он пришел, сразу прошла, записала. Вот. Так что вы пользуетесь поиском Heavy Rain, например, на PlayStation 4, Final 15 демка. Я ее жду, она обязательно появится на моем канале, в октябре она выходит. Вот. Пользуйтесь вот этой кнопочкой поиска, ищите, и, может быть, вы откроете мой канал с какой-то другой стороны для себя. Знаете что-то новое обо мне. Вот. А также сейчас перейдем к вопросам, которые уже успели появиться после того подкаста, который я выложила недавно. И я на них отвечу как раз, используясь моментом, и отвечу. Какое твое любимое животное помимо Хосе? Ну, вообще, я люблю животных, в принципе. Люблю животных и собак, и кошек, и я, не знаю, очень люблю енотов. Я не знаю, как это объяснить, но мне они очень нравятся. Я по себе завела енотика. А еще мне, знаете, нравится такая порода кошек, как мейкуны. И я, когда думала о том, чтобы приобрести кота, я вообще хотела такого котенка. Но, к сожалению, они очень дорогие. Я знаю, что они огромные бывают, побольше некоторых собак вырастают. Но мне хотелось такого коня себе там завести. Но не очень дорого стоит. По-моему, там котенок стоит до 30 тысяч. И, в общем-то, конечно, это мне не по карману. Так что я завела Хосе. Носишь ли ты очки? Нет, я не ношу очки. И никогда не носила, и ни очки, ни линзы. У меня хорошее зрение. Но в последнее время, конечно, стало падать, сказывается. Постоянное сидение и работа за компьютером. В общем-то, конечно, наверное, скоро уже одену. Так, какую обувь ты носишь? А, кстати, я говорю, что-то перестала озвучивать. Да, кто задает вопросы? Аделина спросила про животное. А, Ангелина Кузнецова, прачки. Линок Михайлева спрашивает. Какую обувь ты носишь? Вообще, у меня обуви много. И, конечно, этим не хвастаюсь. Я просто рассказываю. Обуви много. И в основном я ношу удобную обувь. В которой я могу свободно пройти, например, большую дистанцию, в которой мне удобно. И такая, которая по погоде. Потому что погода в моем городе месяцев 7 в году составляет либо осень, либо зиму. Так что особо тут не помодничаешь. А нужно носить ту обувь, которая удобная. И потом ее почистить можно легко. Ну, как-то так. Какую одежду носишь? Платье или джинсы? У меня есть и платье, и джинсы, и юбки. Но чаще всего я, конечно, ношу либо брюки, либо джинсы. Опять же, это удобно. Это, конечно, не есть хорошо. Вообще-то. Лучше бы носить юбки. Но я очень не люблю вот эти капроновые колготки. Они постоянно где-то цепляются, рвутся. И вообще в них неудобно. Да. Но и юбки тоже ношу. И летом. Платьишки, сарафанчики. Но большую часть времени я провожу, конечно, в джинсах. Вот. Какой твой натуральный цвет волос? Натуральный цвет волос русый. Русый, у меня тёмные волосы. Не совсем прямо такие сильно тёмные, но такие русые, короче говоря. Вот. Евгений Соколов. Твой вопрос. Так, вопрос. Как поклонница Резидента? Кто твой любимый персонаж в этой серии игр? Клэр, Джилл, Крис? Интересно, или ты особо никого не выделяешь? Так, и там уже следующий вопрос. Мой самый любимый персонаж в этой серии. Леон Кеннеди. Я очень много, опять же, читала о всех персонажах, о их истории. И я во всех своих прохождениях Резидента подробно про каждого рассказывала. Вплоть до там рост, вес, их историю, их взаимоотношения с другими персонажами. Их истории из прошлого. И как они связаны со всем этим вирусом, с этими инцидентами. И, в общем-то, если вам это интересно, вы эти прохождения посмотрите. Я там очень много о них рассказываю. Но мой самый любимый персонаж Леон. Также у меня, кстати говоря, есть, может быть, не все видели, не все знают. Я делала такие, как бы, нарезочки по материалам, по видеоиграм, по мультфильмам, которые есть по Резидент Ивол. Я делала свои видосики героя Резидент Ивол. Вот по каждому основному персонажу, так скажем. Ну, не по каждому, но по основным персонажам у меня есть видео. Первое, естественно, Леону посвящено. Есть у меня история Леона и Ада. Их такая знаменитая, какая-то незавершенная лавстори. Вот, никак они не могут быть вместе. По Крису, по Джилл, Альберту даже посвящен видосик Клэр и Шева. Ну, много в серии Резидентов, очень много персонажей, но трудно набрать на каждого материал. Так как некоторые появляются лишь в одной серии. Ну, Шева, например. Но все равно она мне очень нравится, я ей тоже видео посвятила. Вот, по остальным, если интересно, посмотрите. И вот, дальше он задает вопрос. Будет ли на канале Far Cry Primal? Нет, скорее всего, не будет. Я видела геймплей. Мне, в общем-то, понравилась эта игра. Но на данный момент у меня очень много планов. У меня столько накоплено игр в стиме, что мне хотелось бы это все пройти, уже разгребсти. Как-то, не знаю. Чтобы покупать еще новые игры и все это, понимаете, оно как бы вот как нарастающий ком. Я покупаю, покупаю, а не успеваю все проходить, все записывать. Настолько много игр, настолько много пожеланий мне пишут. Я, вот, я вам правда говорю, с огромным удовольствием записала бы все, что вы у меня просите. Но, действительно, это, наверное, даже нереально. Я и так практически все свое время занимаюсь каналами, но ничего, можно сказать, не успеваю. Очень много игр. Выходит много интересных новинок, которые я вот по своим интересам стараюсь зацепить. То есть, прямо вот в день выхода или там в ближайшее время после выхода. Вот все новинки, которые мне нравятся, обязательно стараюсь пройти и тут же выложить. Вот. Но выходит много интересных игр. Это, опять же, все невозможно записать. И так же, и старенькая прохожу, записываю. Люблю очень игры от первой PlayStation. Они также будут появляться на канале. Я маленечко подзабила на нее, но я вернусь все равно к тем играм. И еще они будут появляться. Катя Али спрашивает, какой любимый жанр музыки? Ну, в прошлом подкасте подобные вопросы были. Прямо конкретного жанра нет. Я слушаю все. Рэп, поп, не знаю, диско, латинскую музыку. Разные-разные слушаю. Чего-то конкретно, вот прямо одного любимого не выделяю. Кеды или туфли? Наверное, кеды. Хотя у меня много обуви на каблуке. Люблю замшевую обувь. У меня есть и сапоги, и туфли на каблуке замшевые. Люблю именно из этого материала. И сумки были замшевые. В последнее время нет, но были раньше. Так что, ну, если вот мне бы предложили, что ты сейчас оденешь, я бы одела кеды. Любимые цветы белые лилия. Причем пришло это ко мне совсем недавно. Я как-то раньше тоже не выделяла особо один цветок. Ну, по традиции, розы там, хризантемы. Не знаю, там ромашки. Не люблю тюльпаны, гвоздики. Как-то нет. А вот несколько лет назад, может, парочку, два-три, может, года назад, я именно определила для себя. Вот мне очень нравятся белые лилии. Хотя у них термоядерный запах. Если они стоят в комнате, они очень сильно насыщают своим ароматом пространство. И многие не переносят этот запах. Начинает болеть голова. Все. А мне нравится, нравится эти цветы. Я их просто обожаю. Вот, мои самые-самые любимые. По знаку зодиака я водолей. Этого не скрываю. Многие подписчики знают, что у меня в феврале день рождения. В общем, я водолей. Что люблю из сладкого? Сладкое, в принципе, люблю. Ну, что? Шоколадный. Я очень-очень люблю зефирки и пастилу. И люблю вот такие мармеладки. Как я уже в дневнике в своем писала, в группе мой дневник. Что я люблю вот этих мармеладных мишек. Всяких вот этих вот. Всякую-то ерунду. Животных вот таких мармеладных. Машинки там, кока-колки. Вот обожаю такие сладости. Любимый напиток. Это тоже, наверное, не знаю. Швепс бывает пью, кока-колу. Вредную всякую-то фигню. Ну, не знаю. Такой любимый напиток. Прямо. Наверное, нет. Нет такого у меня напитка. Игорь Шурупиков. Здравствуй, Игорь. Дратутинина. Великая Фея Дафна. Ты хочешь косплей Харли Квинн? Да. Почему бы и нет, хочу. Твой кот дорого стоил. Я отдала за него чисто символическую цену. Я нашла его по интернету. Женщина там раздавала котят. И мне вот фотографиях понравилось. Там такие были... Ну, такие рыжие комочки были на фотографии. И я вот подъехала к ней, выбрала котенка. И она сказала, ну, так вот, чисто символически, там, сколько дадите. Я даже не помню, сколько я дала. Я, по-моему, сто рублей ей дала. Честно говоря, не помню. И вот такой вот Хосе. Назвала его Хосе. Живет вот у меня уже сколько ему будет? Три года ему будет весной. В школе была ли я непослушной? Нет, я была послушной девочкой. Старалась такой быть. И не могу сказать, что я прям была какой-то хулиганкой. На ютюбе много платят. Нет, Игорь, им платят совсем немного. И я подключила монетизацию не сразу. Моему каналу было, по-моему, года полтора. Полтора, по-моему, да. И я вообще, в принципе, не рассматривала монетизацию видео. Я об этом всегда говорила. А потом, знаете, что послужило толчком и причиной? Я очень захотела поменять микрофон. Я смучилась просто. Я столько перебрала микрофонов и гарнитур. От этого вот в первых прохождениях ужасающий просто звук. Из-за гарнитур. Дешевые гарнитуры. Потом я пыталась купить микрофон. Опять же, недорогой. Настольные вот эти микрофоны, которые тоже там и с помехами, и с искажением голоса. В общем, ужасно. Я столько пересмотрела видео, какой микрофон, как настроить. Я ковырялась в настройках, там усиление, неусиление. И потом, приняв решение, уже перестать мучиться и купить себе нормальный, студийный, хороший микрофон, чтобы я перестала париться по этому поводу. Я тоже пересмотрела много всяких, так вам сказать, форумов и видео. Кардиоидный там, не кардиоидный. Какая диафрагма там должна быть? Это просто, знаете, такой лес дремучий. Я во всем этом разбиралась. Я, наконец, его заказала. Вот, аудиотехника у меня, фирма микрофона. И мне его прислали. Это было надо видеть меня. Я просто прыгала от счастья до потолка. Я тут же его подключила. Я тут же сделала пробную запись. Я обалдела от качества, которое отличалось просто колоссально. Вы даже сейчас можете сверить. Вот, например, взять самые старые видео, там, какого-нибудь начала 13-го года. Вот мой канал основан в апреле, по-моему, или в марте. В апреле. И сравнить с нынешними. Эта разница огромная. И я вот сделала тестовую запись. Мне захотелось переписать просто все игры, которые были до этого. Ну, это нереально же, конечно, перепройти и все переписать. Но мне захотелось. Вот. И из-за того, что я хотела этот микрофон, а нужны на него средства, он стоит достаточно дорого. И сейчас, кстати говоря, эта серия снята с продаж. Я его сколько не искала. Посмотреть, сколько он сейчас стоит. На любых сайтах написано снято с продаж. Нет наличия. Что странно. Но появились, конечно, уже гораздо более лучшие микрофоны. Уже все-таки прошло 2 года или сколько? 2 или 1,5. Сколько уже прошло? Вот. 2, по-моему. Так вот, о чем я? Монетизация. Но я ее подключила. И записывала подкаст, что я вот это делаю только из-за того, чтобы окупить затраты именно на микрофон. Я вообще очень много вкладываю в канал. Это может быть незаметно. Но на самом деле покупка игр, микрофон, потом наушники. У меня сдохли старые. У меня просто перестали они работать в какой-то определенный момент. Они были старенькие, но хорошие. Я просто их включаю, ничего в них не слышу. Там что-то, какой-то контакт перегорел или что, не знаю. Я пошла, купила себе наушники от Sony. То есть вот такие моменты. Покупка бесшумной мыши. Потому что на видео были слышны щелчки. И есть такое чудо. Современной техники, как бесшумная практически мышь. Ее купила вот. Потом клавиатура. Ну что, понимаете в меня, да? Все вот эти вот затраты. Затраты на конкурсы, которые я оплачиваю собственного бюджета. Все это требует затрат. И чтобы как-то помогать себе в этом. Как сказать, опять же я же все же стараюсь для канала. Я подключила монетизацию. Только из этих соображений. Вот. Но платят, Игорь, немного. Мне хватает буквально вот только на самое-самое. Вот минимум. При том, что сейчас ребята спрашивают, почему давно нет конкурсов. По той же причине, что платят немного. И мне не хватает просто в данный момент на конкурсы. Когда исправится эта ситуация каким-то образом, то тогда обязательно конкурсы вернутся на каналы. И у меня проходят конкурсы на обоих каналах, если вы не знали. На первом своем канале, на основном, я разыгрываю ключи к играм. А в основном это чаще всего новинки. Я бывает провожу в группе опрос. Какую игру вы хотели бы. И там, например, ряд игр. Там 4-5 игр. За какую больше проголосовала, то и разыгрываю. Или я сама выбираю. Вот готовится какая-то новинка к выходу, к релизу. Или она только вышла. Я разыгрываю к ней ключик. Это касается первого канала. Но тоже давненько конкурсов не было. А на втором канале я разыгрываю бонусы энергия к сладкому флирту. Хотела к антиклав, но немного желающих не стала я делать такой конкурс. Вот. В основном это бонусы энергия к сладкому флирту. Я разыгрывала подписки к платной новелле «Теория страха». Я ее вам покажу. Господи, не все знают, что она у меня есть. Вот. «Теория страха». Там есть платные подписки, чтобы пройти некоторые эпизоды, которые скрыты из обычного доступа. Я их разыгрывала по 2 за конкурс. Вот. Ну, еще теперь с выходом Элдарии я подумываю о том, чтобы разыгрывать ее бонусы энергии. Я тоже делать конкурсы. Пока откладываю это. Но вот если вы хотите, можете мне в комментариях написать, что да-да-да, сделай. И как будет возможность, я обязательно проведу такой конкурс. Вот. Это вот такой вот тебе ответ, Игорь. Почему мало платят и вообще зачем мне все это? Хотела бы ты, кошечку, своему Хосе, у вас были бы котики. К сожалению, хочу или я, или не хочу, но уже поздно метаться. Хосе у меня стерилизован. Я не люблю слово «кастрация». В общем, вы поняли меня. Ему уже не до кошечек. И Елизавета Черняева. Привет, Елизавета. Моя, кстати, такая активная подписчица. Я тебя знаю, помню. Это она мне задает вопрос. Привет, Ниночка. Несколько вопросов. Кто тебе больше нравится, Данте или Вергилий? Вообще, конечно, когда я прошла основную сюжетку, мне очень понравился Данте. Вообще, как персонаж. Его история. Ну, ничего не имела против Вергилия. А вот когда уже дошла до финала и поняла все основные мотивы самого Вергилия, я как-то такая, ооо, да нифига себе. А сейчас, когда я уже полностью записала, потихоньку, конечно, выкладываю, но полностью я уже прошла дополнение «Крушение Вергилия», то я, знаете, как-то к нему прониклась тоже симпатией и пониманием. И мне его стало даже жаль после того, как Данте, ну, не убил его, почти убил, да. Он попал в какой-то личный ад. Все его вот эти кошмары, все его вот эти загоны в голове, он в этом во всем варится, мучается. Даже стало его жаль. Так что, мне, наверное, нравятся оба, но все-таки Данте больше. Была ли у меня в детстве любимая игрушка, если да, то какая? У меня был плюшевый лев Чарли. Я его помню, я его очень обожала, я постоянно с ним играла. Вот, лев у меня был. В каком уголке мира ты хотела бы побывать? Я очень-очень хочу побывать в Таиланде. Я хочу посмотреть эту страну, там есть что посмотреть. Я буду, наверное, без конца ездить на экскурсии. Я хочу съездить на экскурсию в джунгли. Я уже как-то в одном из подкастов об этом рассказывала, по-моему, когда я собиралась в Эмираты или куда, там, не помню. Вот, и хочу, да, посетить Таиланд. Надеюсь, что у меня появится такая возможность, может быть, в будущем году или, там, в ближайшем, может, пару лет. Очень-очень хочу съездить. Вот, это был последний вопрос на данный момент. Я надеюсь, что вы мне еще что-нибудь напишите. Я с удовольствием вам рассказываю, отвечаю на эти вопросы. Вот. Ну, и вот такой вот неожиданный подкаст. Фуф, я выговорилась. Ну, может быть, вы узнали еще что-то новое обо мне, о моих каналах. Может быть, не все были в курсе чего-то. Вот. Обязательно смотрите подкасты, в которых есть иногда и нужная, полезная информация, и не просто болтология моя. На этом с вами попрощаюсь. Увидимся в следующем подкасте. Жду ваших вопросов. И до скорого. Всем пока.